Паломнический туризм привлекает не только истинно верующих людей, но и тех, кто хочет насладиться красотой архитектуры, убранством и особой атмосферой. В этом году, по предварительным данным, Узбекистан посетят около 10 миллионов иностранных туристов, из которых свыше 30% как раз относятся к категории паломничества. Тем более, что мест для их посещения и поклонения в республике свыше 1200, и таковых в Ташкентской области более 800. Но все ли они содержатся в надлежащем состоянии? Об этом в репортаже Шухрата Шакирова. Наша страна имеет большой потенциал в сфере туризма, в том числе паломнического, и благодаря создаваемым благоприятным для его развития условиям увеличивается поток туристов. Только число зарубежных в прошлом году достигло 6 миллионов 600 тысяч. Согласно статистике, ожидается, что их в этом году будет около 10 миллионов, более 30% из которых приходится на паломнический туризм. По Ташкентской области государственную регистрацию прошли 828 исторических объектов паломничества, святых мест, где уделяется отдельное внимание созданию необходимых условий для посетителей. Однако в обращениях граждан говорится и о том, что данная работа организована так, как надо, не во всех из них. На территории Махали-Янги-Йол расположен мавзолей, проживавшего в 895-95-956 годах нашей эры великого ученого, одного из основателей Карханитского государства Абдул-Карима Сатука Буграхона. Мавзолей был сооружен методом хашара, территория по мере сил благоустроена. Тем не менее, по словам специалистов, еще не в полной мере раскрыт имеющийся большой потенциал объекта в развитии паломнического туризма. Необходимо построить дополнительные сооружения, создать условия для совершения посетителями молитв, что даст мощный импульс также развитию сервиса и сферы услуг, созданию новых рабочих мест. По словам активистов Махали, три года назад были проведены работы по ремонту и асфальтированию внутренних дорог. Но почему-то именно более чем 100-метровый участок вокруг цветового места остался без должного внимания. Разбитая и утопающая зимой в грязи, обросшая строительными отходами автомобильная дорога, связывающая часть Кибрайского района с городом Ташкентом, создает немало хлопот как для автотранспортных средств, так и пешеходов. А население продолжает надеяться, что все эти проблемы все же найдут свое положительное разрешение. Три года назад на улице Арган-Махали-Янгиюль было проведено асфальтирование. Но около 100 метров дороги так и остались без ремонта. Очень трудно передвигаться по ней. Особенно сложно в зимнее время. Везде грязь, лужи. А ведь по этой дороге ходят в школы и наши дети. Три-четыре раза обращались по этому поводу. Но все тщетно. Остается только надеяться. Если создадут надлежащие условия, население было бы согласно. Привлечение зарубежных туристов дело непростое. Потому усилия в этом направлении в основе реформ, проводимых государством в сфере туризма. Историческим шагом, к примеру, стало введение безвизового режима, которым пользуются около 100 государств мира. Субъектам предпринимательства предоставлен ряд льгот. Направляются солидные средства на повышение привлекательности туризма в стране. Разумеется, создание необходимых условий на местах послужит продлением сроков пребывания зарубежных туристов. Что выгодно и местным бюджетам. Раз так, нельзя раскачивать вопрос. А необходимо пользоваться каждой минутой рационально и эффективно. Улучшая инфраструктуру в частности и вышеупомянутого объекта паломничества. Через месяц мы вновь вернемся к этой теме. Продолжение следует...